Народный самодительный коллектив Увас Хурамат – визитная карточка Белоярского района, гордость нашей земли. Его название переводится как «Северные узоры». Нынешний год для этого ансамбля юбилейный. 30 лет назад он был создан по инициативе первого руководителя Фаины Иштимировой. Он ассоциировал себя как семейный, потому что танцевали мамы с детьми, и создали они его для того, чтобы участвовать в фестивале. Нужно было приехать на фестиваль, и, собственно, они начали на этой почве танцевать. И сложилось так, что постепенно коллектив стал таким действующим. И уже потом не только семейный, все стали подтягиваться, как правило, все люди из числа коренных. В разные годы ансамблем Увас Хурамат руководили Зинаида Каксина, Маргарита Ординарцева, Ирина Ибрагимова и многие другие. В 2005 году при художественном руководителе Надежде Костылевой коллектив получил звание «Народный». За время ее работы имидж ансамбля значительно повысился, улучшилось качество художественных номеров. Увас Хурамат является победителем и призером престижных конкурсов и фестивалей. В настоящее время развитием коллектива занимается Стелла Тришкина. В составе ансамбля около 30 участниц разных возрастов. Коллектив у нас очень дружный. Стелла Варерьевна очень чуткий такой педагог. Она постоянно какие-то ошибки, вдруг или неправильно мы танцуем, всегда подсказывает, как правильно, покажет. Но очень нас хвалит перед выступлением. Это очень важно, заряжает энергией нас, чтобы мы были очень такими. Например, во время выступления у нас была такая поддержка на сцене. Ансамбль Увас Хурамат популяризирует культуру обско-угорских народов. Он сумел сохранить самобытные, исконные формы национального фольклора. Традиционные, нестилизованные костюмы – колоритная особенность этого коллектива. В его репертуаре различные танцы, отражающие уклад жизни коренных народов Севера. Охота, рыбалка, мастерицы. То есть они как-то все взаимосвязаны с танцами. То есть природа, это волны, может быть, это птицы. То есть вся хореография танца заполнена такими прекрасными музыкальными элементами, даже из природы взятые. То есть главное – сохранение вот этих движений. Гости праздничной программы, посвященной юбилею ансамбля, стали участниками настоящего шоу с погружением в национальную культуру малых народов Югры. Концерт открылся зрелищным прологом о зарождении земли Югорской. В ходе мероприятия зрители познакомились с легендами народа ханты, традициями и национальными праздниками. Всего было 20 самодеятельных номеров. Публика увидела знаменитый танец «Куренька», хореографический номер «Мастерицы», «Варежки», танец «Священной птицы вороны» и многое другое. Своим творчеством порадовали зрители и артисты из «Казыма» – Максим Анямов, фольклорные коллективы «Сорни», «Арсуват» и «Асья Кэ». В честь юбиляра звучали многочисленные поздравления. Хочу пожелать вам любви, здоровья, мира в каждую из ваших семей, а также неиссякаемого творческого вдохновения, просветания вашему коллективу. Продолжайте радовать своего зрителя на больших и малых сценах района округа всей России. Несите свою культуру с гордостью. Этот коллектив – это моя гордость, потому что именно этот коллектив – это годы молодости, нашего энтузиазма, когда мы вместе шли к нашим победам. И, ну, я уже волнуюсь. Девчонки, я вас всех очень люблю, я очень горжусь тем, что вы сегодня продолжаете, искренне любите свою культуру, всех вам благ. Пожалуйста, трудитесь на благах нашего округа, нашего города Белоярский. Отметим, что в ходе мероприятия состоялась церемония награждения руководителя коллектива Стеллы Тришкина и его участниц. Праздник не только подарил эстетическое удовольствие зрителям, но и позволил приобщиться к богатейшему наследию Югры – культуре коренных малочисленных народов Севера. Александр Прискач и Дмитрий Слепенков из Белоярского специально для телекомпании Югра.